Ну, вообще многому можно учиться, просто смотря и слушая, и пытаясь понять самостоятельно материала, очень много сейчас, я сто раз об этом говорил. Если раньше текстовые гайды, там какие-то демки, аудиокомментарии с разбором реплеев, их было очень мало, и, ну, опять ливнул комментатор китайский. То есть сейчас ты просто, ну, определяешься сразу и выбираешь себе парочку комментаторов, которые там либо полупро, либо про, ну, по вкусу, там, смотри, и все, и слушай, там, задавай вопросы, не факт, что, конечно, отвечать буду, тем не менее. В принципе, даже видя то, как играет человек, ты можешь очень многие вещи, ну, увидеть, понять, проанализировать и к себе в игру позаимствовать. Вообще нужно заимствовать, если ты особенно не очень хорошо играешь, буквально все, что ты видишь. Это начинается от стартовых билдодеров, от застроек до, естественно, там, каких-то деталей микроконтроля, все. Потому что, как правило, любое действие, ну, то, что происходит на экране, оно имеет за собой и объяснение, и практику большую. То есть оно не просто так появилось, не просто так было придумано, не просто так, например, алтарь ставится с этой стороны, да, чтобы быстрее Архимаг бежал к точке. Не просто так фермы застраиваются, да, чтобы у тебя был какой-то фронт, чтобы можно было не выпустить, если что, героя. Не просто так делается разведка, потому что есть варианты в зависимости от того, что ты увидишь. Опять же, не просто так вот на... ну, Криппинг идет с большого Архимага сначала, потому что у него тип брони такой, что он быстрее убивается, и он опасней. Опять же, порядок, что элементальный стрелял сейчас по Архимагу, это тоже очень важно, потому что он бы получил пурдж, если... Ну, короче, тут нюансов очень много, и... Для начала просто понимать, увидеть, что происходит, и пытаться повторить, ну, понятие повторить желательно. И все, и, в общем-то, спустя каких-то там полтора года ты можешь даже у этого человека катку взять, ну, если будешь регулярно катать. Так что все в твоих руках. Это поможет при условии, если ты сам играешь в таком-либо уровне, начинаешь знакомство с игрой почти без крохи, исключительно... Да, согласен, согласен. Поэтому, если делать гайды, то какие-то вообще элементарные. Там, начиная с юнитов, обилок, там, типа защита атаки, базы, всякой вот, по героям и прочее. Лимбок говорит, Варкрафт 3, сложная игра, Старкрафт 2, подержи мое пиво. Ну, сразу... Сразу нет. Сразу нет. Молодой, неопытный, но ничего. Бобер Юнга. Ладно бы ты с первым Стариком сравнил. Где в плане механики, действительно, он даст фору почти любой игре. Ну, стратегии имеются в виду. Но сравнивать со вторым Старкрафтом? Я бы их назвал, по крайней мере, не вдаваясь в подробности, а одинаковой по сложности, но никак не... Ну, пшшш... По механике, слушай. Холд Майбер, какого что ты несешь? А вот эти курсы в Варкрафт 3 про уровень за месяц, это мошенники. Есть такие курсы, я бы взял... За месяц, господи, за месяц можно было бы... Кто, 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 кто? Скиньте, пожалуйста, ссылочку. Если там не больше одного косаря баксов, я бы взял, потому что тогда можно попробовать снова Крусбрейну прийти, сказать, а я бы в ладер покатал. И в топ-20 ладера, кажется, там за косарик. Или топ-10 за косарик. Пух, видимо. Не-не-не, пух такой... Пух такой хренью не должен страдать. Добьет? О, там баш был! Кто добил? Димка добил. Да-да-да, Дима добил. Да, и... Ссылку на пуха. Не-не-не, это провокация. Я уверен, что это провокация. За месяц про уровень. Нага вторым. Стрелка не успел врубить, но ничего страшного. Рифлы кастера. Кстати, впервые мы видим, что эльф не берет варьку. Играет стандартно. Что? Ой, ну как так-то? Стоит там 4 юнита, 2 героя, останавливаются в атаке по Кобальду и издалека медленно-медленно. Еще при этом лорницу отменяет. Офигеть. Да. Вот я не совсем понимаю, зачем здесь Бладмейдж, учитывая то, что... Ну хотя, он, да, он похож на универсального героя такого, да, но он вроде как больше работает, если там первая варька. Ну и, соответственно, второй герой тоже ненагоподобный. То есть кто-нибудь такой, типа... У кого-то типа алхимика, наверное, все-таки. Милишного. Ну у них просто значительно проще высасывать ману и ценнее их мана, чем мана того же самого Димки и Наги. У Наги будет 10 маны, она все равно через раз будет стрелку кидать. Ну ладно, Бладмейдж, в конце концов, он... И дизайблит медведи там, и может повысасывать у них ману и так же успешно может передавать своему архмагу, черт его знает. Недавно вроде игра была, где ДХа 6-го левела пробегала всю ульту в баннише. Это классно. Да, в этом плане... Сейчас посмотрим. Пока маны маловато. Все переливает в архмага для того, чтобы тот мог вызывать и танковать элементарно магии. Сразу Дрейн, Моноберн. Но пока что в этой ситуации плюс эльфу. Ну вот когда вот встреча такая происходит. Отступает исключительно из-за того, что тролли переметнулись. Да и армии у нее тут пока не так много. Что медведя ждем, Дриад ждем, никого нет. Второй уровень. Тем не менее, Бладмейдж получает. Банниш есть. Стихо говорит, можно сходить на курсы к пуху, предварительно оплатив по Пейпалу. Да, кто только не шутил у нас по поводу Пейпала возврата средств. Банниш диспелится же. Банниш диспелится, но... Ё-моё, как же. Дима пустой абсолютно. Нага. Потому что Бладмейдж все равно работает хорошо и против Наги с Димой. И медведя тоже. Ох! И сейчас можно заливать Архмага. Не, он даже... он полностью высасывает ману, насколько это возможно. Классный. Классный. Не, Бладмейдж в этом плане, конечно... Он мега требовательный к контролю, мега требовательный герой. Особенно, когда у тебя появляется... появляется баниш и хороший лимит, и ты должен дрейнить постоянно по КД просто. Каждые там несколько секунд закидывать баниш в перерывах. Выбирать причем правильные юниты на дрейн. И при этом контролить основную армию. У тебя же там не только Бладмейдж один. Все, высасывает снова. Банит одного медведя, фокусит второго. Банит Димку. Очень классно. Ну, все, кажется, продавили. Сифон очень хорош. Телепортирует, а почему? Да, видимо, решил, что лучше регенчик бахнуть, чем потенциально рифлокастера терять. Аккуратненько выманивает с Экспанда. Ну, плюс у него еще не было маны на вызов, к сожалению. Вообще, нужно было сифонить, наверное, с этого. Здесь же тролль один бегает. Или я путаю что-то. Там тролль с маной или нет? Два голема, здоровый голем, тролль обычный. Или там обычный тролль последний. Да, обычный тролль последний. Да, я путаю. Тут не у кого высасывать маны, к сожалению. На лагерь наемников, может быть, побежит тогда. Готовится выходить из лимита 800 на руках. Голды. А стрим президентов в 16.00 на ГГБ будет? Блин, сегодня же точно в выступлении будет. Черт. Не, нам-то ладно, у нас дистанционно хорошо товарищи работают. И сфера такая, что она вся в онлайне и даже растет из-за коронавируса. Но послушаем, короче говоря. Там в некоторых реальных бизнесах все очень плохо. Я слышал, что могут там как-то аренду скостить, исходя из приравнивания текущей ситуации к чрезвычайной. Нет, к форс-мажору. Не чрезвычайной, а к форс-мажору. Это важно. Вот, но как будет регулироваться взаимоотношение арендодателей с арендателями? Ну, в смысле, с тем, кто снимает. Вот, черт его знает. У нас, опять же, затраты на офис крайне низкие. И, ну, как бы, ничего страшного. Все-таки в Белгороде базируемся. Так, а здесь вы телеп... Ну, надо, короче, послушать его через две минутки. Ну, или просто расскажите, что там происходит. Параллельно я вряд ли буду включать Владимира Владимировича. Изи просто. Какой кайт? Какой кайт? Амдриады, Нага. Давай кайт. Вот, один рифл уже докайтился, второй тоже докайтился. Надо на себя банить уже пора. А, нет, там есть бутылек хороший. Все вроде... Блодмейджа. Сложно контролить. Да, да. Потому что он не так... Ну, все ручками, во-первых. И, ну, чем больше армия, тем менее ценное выключение какого-то конкретного. ГГ. ГГ. Интересно, что было бы, если бы остался он там, продолжил, хоть и полупустой. Там же Эльф тоже полупустой был. Там два медведя, один из них битый, без маны героя, только у Наги где-то порядка 50 маны было. Смог ли он в том моменте доиграть лучше? Они работали в свой viveки. Что? В죠? В justifyме? Вые 12 по infectе? Божно открыть? Все liegen. Да, даже в три часа. Виними ночи . В dever примерно до ночи. Во-вторых. В ноискредит. По ночам? Да, в вечер. Они готовы все выше. В наблюдение, в вашем othersе. В течение вечером является как домикThen Конечно. И тем временем что-то я Sundayшил можно. Да. Я прямо-состо immersion. Я очень поливалась со всех. Но яatted с чемmir сказать что-то. По сути, Colorful сыграл абсолютно стандартно Сложно придумать что-то более классическое, чем Дима Нага и выход в медведя против Хумана Есть, конечно, вариации, но таким образом играли очень давно Связка универсальная, в меру агрессивная Даже небольшим количеством юнитов поддержки, не знаю, пара-тройка арчей или тролль какой-нибудь с парой арчей Можно и крепиться, и подрезать юнитов каких-то точечно-разовых кастеров или рифлов Короче, гибкая такая связочка, очень Как гром с небес пишет, братишка, плеер не запускается Братик, братишка Попробуй Ctrl F5 обновить полностью, чтобы кэш скинулся Хотя, если не запускается плеер, то как же он меня слышит, опять же, да? Полезные советы в эфире Ждем вторую игру Адан активировал премиум, спасибо тебе большое Шаолин говорит Кстати, отзыв ГГшный ковер, работа и гладь Отлично себя показывает уже полгода, нравится Спасибо за отзыв Вы, кстати, дам, коврики еще есть Хотя я не уверен, что работа и гладь есть Нет, вроде есть Это прямо от Росбрейна Тем не менее Нет, то есть плохо У меня опять там проблемы какие-то Да, да Так что мы просто получили lucky Не знаю Я имею в виду На NetEase это не будет Не будет На Battle.net, я не знаю Я уже не попробую рефорографику Да, но я не знаю Попал пух О, я должен это сделать На Майстершафт-палфайре Но нет проблем Да Я думаю, что это было решено Уже второй день, такая тема у меня. Уже два раза отвал. Ну, я помню, были вчера, у него проблемы тоже. Че там по карте говорят? Нет, не услышал. Соглашусь. Да, они почему-то на пару отваливаются. Я не знаю, в Холливуд как это работает. Все стримы остальные работают. Как будто они живут в одном доме или живут вместе вообще. Не знаю. Ну, скорее всего, один провайдер. Нет, не планируем, но они достаточно большие. 40 на 30, как ты видишь. 42 на 29. Такие среднего размера, я бы сказал. Да, по-своему, все остальные места. Порядки Тикат. Конечно, игра будет. Вторая карта Colorful против... Господи, скину. 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 Я уже забыл. Психуманы на одно лицо. Кроме Хавка. А Чимико Colorful. Чимико. Лалалай – это романтик. До этого сок был. Скину. Далей себе. Чи не дадим ты, но веришь меня неовли ее. Как сделай это. Стой. Потому что они дал. Потому что не едет. Потому что их если она DA 되고 отстанных, то они явные результаты. Если таких денег нет, то вы можно73оннamb £15, можно больше для всех, позволяем до этого- s Holo выйти. Да. Всех раз ты можешь 주стить свою на mesure, но они просто не д relatают大, но нет, да. Но иногда они такло, будто сумелно, как страдать на арединар, или что-то, Ну наконец-то. Уже ожидание утомляет между этими матчами, и это уже не так интересно смотреть, как если бы был жив Фогги, и мы знали, что он завтра будет играть. Внимание, спойлер. Ой. Поехали. Не видел игру, где Colorful окотнул сок, по-моему, Эхо, и построил три базы. Не, не помню такое. Может, посмотрели. Три базы — это, видимо, когда уже пришел экспант убивать. Убил и поставил свою. Внимание, спойлер. Она говорит перед спойлером. Да, да. Но если сказал уже спойлер, то хотя бы после признать. Варка, да, варк. Поехали. 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 Магазин. Где-то мы уже видели этот магазин. Ну, хорошо. Логика понятна. С одной стороны, тебе магаз пригодится, с другой стороны, жаба душит, строит второй бар... Ну, нужно что-то для криппинга еще. И в результате появляется. Но у магаза, насколько я помню, не только значительно ниже количество здоровья, там не 1500, а 900. У него еще, кажется, армора на 2 единицы меньше. Типа в районе тройки. Чего-то не добил бараком, кстати. Надо посмотреть. Сулетает он очень быстро, этот магаз. Посмотрел сетку, как хэпич слил ты. Ну, это было вчера, 120-й поставил орков, и там по игре были... Были вопросы... О, монопод. Монопод очень хороший. Лучший. Ну, а сегодня 120-й убил лину, играя за андедов. Так, мы щегла-щегла. Песочели постоянно. А он не сдается. Хороший крипинг, очень битый футмен, вот его жалко. На всякий случай перестраховался, убрал футап, после того, как развернулся Биорн, или Фурблк, не знаю, как его звать. А, и получается, ты здесь берешь и артефакт отличный, и возможность светить, и третий уровень получаешь. Крипрут неплохой. Три точечки. Под боком. То есть дистанция между ними небольшая. Да, ты вынужден потратить время рабочих, то есть бегать туда. Но, с другой стороны, темп очень высокий. Очень высокий темп. Подходит большое количество футов. Пять человек. А варька-то не третья. Ой, там политику дрон разводил, да? Понятненько. Допровоцировался. А, на Синевик его не жалко. О, там дефенс уже пошел. Это очень хорошее продолжение. Хантер Сколл под ударом. Поди, Ниц, Ирбист. Ставит смайлик. Реально, чего там? Разводит политику еще в частике? Зачем? Хантер Сколл под ударом. Вынужден был вынужден был... Как же Арчи танкует и футов? Отменяет Хантер Сколл. Это плохо. Это просто... Ну, сдвинет где-то секунд на 30. Да, конечно, на втором уровне. Зачем его использовать? Этот такой... Не хочет он транжирить ресурсы. Алхимик прекрасно заходит. Нага вторая, Нага вторая. Необычно. Да ладно, сейчас Нагу еще на старте окружить бы. Это такая боль. Ну, это 1-1. Если сейчас не... Хотя нет, не стоит забегать вперед. Потому что может где-то там отдаст, например, Архмага. Ну, это возможно, возможно. Сейчас попытается развести на телеп... Как же хорошо контролит все-таки Хуман. Так он подблочил варьку, не пропустил Архмагу. Красиво. Меня будут предупреждать за название лиги. Так надо на русском писать просто. Тигриный зуб. О, минус тп. Чуть-чуть бы под контролем тайма и... Не, ну тут Эльф просто терпит. Он терпит почти с самого начала игры. Там Т2, что ли, все еще? Там Т2 вообще. Не успеет. Ну, я бы вышел. Классно, когда ты берешь Нагу и тут же ее теряешь. Ты ее берешь для темпа. Да, телепорт. Кстати, не все стелепортируются. Внизу большая группа. Там присты, рифлы уже первые выходят. Уже прист есть, райфл есть. Не, ну... И главное, нет третьего тира, понимаете? Вот что он будет делать в перспективе? Игра затягивается. Что ты будешь делать с некачанной вардом, у которой Нага отъедает экспу, и у тебя еще очень поздно Т3. Вот как с этим воевать? Надо выбивать артефакт стреляя. Судя по всему, так он и будет делать. На это я не нацелился. Тут иллюзия немножко помогает. А чай должен просто идти в атаку. Все, свиток есть. Преимущество по героям есть. Анг, ну так. И пошла застройка. Класс. Преимущество по героям есть. Черт, я потеряю часа. Это было так хорошо сделано. Да, с милиция. Просто продолжаем пушить. Я считаю, что он имеет на least один хилый скролл. Он имеет, наверное, три пристов. Так что хилый спрей, хилый скролл, три пристов. Он просто хочет сохранить все живо. К сожалению, будет третья игра. Но, к сожалению, потому что уже подзадержались мы, увы. Владимир Владимирович, а нам заканчивать надо к этому через 14 минут. Хорошее продолжение. После того, как вы подпустили футами, если они еще остались, человек может задержаться по инерции на Т2, ну, чтобы типа лучше отбиться. В результате он получает там плюс 2, плюс 3 дриады без перспективных медведей. Ну, а дриады, которые стреляют в этот фут-офф под дефенсом. Без шансов. Он соточка маны после Анка воскрешается. Как, как, когда-то вопрос, я помню, у меня возникал. Когда там герой с большим количеством маны воскрес по каким-то причинам, а, видимо, там было воскрешение плюс плюс выпивка чего-то. очень-очень странная игра, очень странная от эльфа. а, видимо, у нас на АЗ, я нужна ревенция. короче ждем последнюю карту она в любом случае будет последней тут уж все четвертая серия третья карта пойду предупрежу свою зазнобу что можно перекусить через 15 минут у меня есть несколько типов интернета в чина есть один, который сделан для быть десантливым с остальным в мире, но это плохо с чиной в первую очередь у меня был такой, я не мог даже играть на Vs, потому что он был так лагом и потом я переехал на место, где была хорошая интернета в чина, чтобы было меньше пинг чтобы я могла играть с чиной но вы еще должны использовать VPN, да? все нормально что после варика? после варика пауза в любом случае а вечером нас ждет думчанский да пройдем игру как раз там на боссе остановились, но я думаю, что не на последнем боссе еще надо еще тирана будет убивать после этой кан да не говори губа, говорят, рано пока аааааа, там видимо нас ждет еще много испытаний Слышал про турнир 18.30, казино, кап, рандом-раз Да, я видел его Я видел, это уже не первый турнир серии Концепция очень интересная Это там, где ты покупаешь юнитов, но не знаешь, какие они выйдут То есть они разделены по тирам Но заказывая юнита, ты не знаешь, кто конкретно выйдет Классная штука, задумка отличная Кажется, это в турнирах я где-то видел Да, казино, казино, кап Сегодня он будет уже, да? Да, там привержка с Питлордом отличная Питлорд, Тинкер и Фаерлорд Все юниты в производящих зданиях заменены на рандомных юнитах соответствующего левела Ну, например, там третьего юнита, третьего уровня героя, в смысле юниты могут выйти Девятого, там големы всякие, драконы С абсолютно странными обилками, непривычными То есть выходит какой-то там с мано-щитом, с башем И как ты его будешь встраивать Это микрит надо же еще Шакрут организует, да? Гроулер говорит, спасибо за стрим по Варику Привет, как? Больше с медленным интернетом? У меня парочка интернетов, если один тупит, то переключайся на другую То будет стрим? Не-не-не, это без меня Слишком много Варкрафта на этой неделе Еще завтра турнир будет Ах, нехорошо, Влас там пришел, еще поспамил Надо будет ему сказать, что он не прав Так, а кто будет играть? Мистер Виннер будет, ТГВ будет играть Хелсинг, Демон Ринфорсмент, Шеггин из знакомых Ну, с Келли, конечно же, тоже Это с котиком, один из древних пользователей Нет, я пользователей знаю по этим котям Твич сайт, что? Нет, не надо, все, не будем Лучше на пухо посмотрим с сердечком Ждем третью карту Поехали, вот она, ТС Снова варденка будет Да, Сентинел, я что-то не подумал, что там сразу мейл будет виден, поэтому поспешил закрыть Это сердечко, я подумал, что джесс безумного Нет, сердечко, это же пух Но здесь значительно проще с третьим уровнем Просто значительно проще Поэтому я думаю, что проблем таких серьезных на старте У Colorful не должно быть Потому что проблема начинается тогда, когда Да, УМК и Варден Когда нет возможности взять заклинание второго уровня Будь то даггер, или будь то ножи Чаще ножи Ну и, соответственно, ты не можешь там от футменов отбиться, особенно с дефенсом И все Но, с другой стороны, благодаря, опять же, гарантии, что там варька и возможности быстро прокрипиться Чаев берет Маутон Кинга тоже, что является довольно частым выбором на этой карте А как? Смотрите, вис порядочком с Арчой Провокация на Рахмага Классно Сразу побежала, как только увидела, что кастует Мак И пошел дамаг Отступил немножечко Арчуя, чтобы не добить этого Добил сроки... Блин, Барак Барак добил Косяк, не заметили? Ну ладно, ничего Нет, и здесь второй Это важный момент, потому что он на дефолтном... Ну, короче, не получит третий, как должен был вовремя Время потеряет в любом случае Это был минус висп, что ли? От фута Там такая остаточная анимация была, как будто после... Ну и... Да, это был минус висп Где диспл? Не, как-то вообще унижает Просто унижает Да, там не криппинг экспон Да, но... Его же... Его же сейчас заметят Бегут, бегут А, просветочку не купил Просветочку не купил Важный момент Ну что ты, ну как ты, ну ё-моё Короче, настолько бесцельные эти блуждания в Арден Настолько про... Ох, нет, забейте Короче, чай лучше, но подыгрывает Да-да-да, это не крипрут Короче, так нельзя играть Короче, так нельзя играть МК, например, пойдет криппить экспант Раньше, а тот пошел на зеленую точку Ну то есть, ну... Как бы это все равно неоправдавшийся расчет Если так можно сказать Было бы лучше, если бы он просто ничего в плане агрессии не делал Чтобы он просто занимался тем же, чем занимается МК То есть, криппился у себя на своей половинке Все Никаких проблем Никакого риска В результате экспант пока не был захорачан Сейчас варка влетает, может поубивать рабочих Так, ну... А, у него даггер и блинг Нет, ножи Зачем он так поздно... Почему он сразу не сделал ножи? Исходя из какой логики? Просто он добивал уже рабочего Да, выкупил его Тоже правильный момент Лорница прячется Ну там пара-тройка юнитов-то есть, чтобы отбиваться Ой, минус вся мана Баш! Да, неплохо Макс, привет Ой так здравствуй, да мы же заканчиваем Лорница минус Не, это унижение Это просто унижение Ну поменьше ильфов будет выживает сильнейший. Видимо, тоже нестабильный. Может, это какая-то болезнь эльфийская? А то слишком часто встречаются эльфи, которые с этим, с большим диапазоном уровня скилла. Успеет вы эти дриады? Успеет, успеет. Одна дриада выйдет. Не зря, не зря. Не, в любом случае, надо затягивать. Ставить реально экспанд. То есть, любая агрессия тут у тебя уже... Как можно наверстать? Экспанд, естественно, догоняющий. Криппинг, желательно, в таких местах, в которых... Хотя это просто сказать, потому что сейчас ЖМК с троллями с дирижаблем не будет, просто, ну, летать ничего не делать, правильно? Они сейчас полетят прямиком на мейн. И все. Проверят сначала экспанд, а потом пролетят на мейн. Там у виспов можно пошугать, Лоренси попытаться отменить. Полетел. Ублей, курсор, пожалуйста. Без проблем уж. Это... Проще, просто он. Персональный телепорт. Непонятно, зачем он будет сейчас сражаться. И пошел контроль. Минус тролль. Вот за что он здесь сражается? Вообще за что? Минус еще один тролль. Да, и экспанды нет. У мистер Гиннер пришел, смотрите. Приветствую. Тоже вот эта вот встреча. Ты видишь дирижабль, ты видишь МКУ, сопоставимый армией, и у тебя, ну, есть какие-то... Ну, МК с маной. И с одной стороны, тебе должно быть понятно, что при нормальном контроле он ничего не потеряет, пока дирижабль живой. Вот. А у тебя риски высокие. Ну, в общем, забейте. Сейчас минус Арча еще одна. Минус АО, скорее всего, будет. Варьку можно молотком остудить, если полетит. Так, подлаган. Оп. Сейчас посмотрим еще разок этот момент. Опять. Зависло. О, все, отожили. Перспектив нет никаких, понимаете? А каким макаром пробивать-то? Как пробивать, скажите? Да. Да. И такое впечатление, что Colorful уже не знает просто, что делать. Он не хочет выходить, но у него нет плана на игру. Уже заканчиваем, все в порядке. Ну, для этого нужно экспо ставить, все правильно. Там кастл доделывается, арканки, пара мастерских. Шеддер работает, вышки есть. Пробивать эту штуку. Он тоже абсолютно правильно чеймика действует. Он знает тайминги, он знает, что единственная нормальная опция Colorful это атаковать. Тут же выходит Bloodmatch, добавляет парочку-тройку вышек, ну, чтобы просто не... Какой-нибудь халявой тебе не убили. Ну, и вполне вероятно, он не хочет продешевить. Какой магазин. Просто недвусмысленно намекает, что будет улынчик. Там танки выходят. Да, да. Без шансов для эльфов. Хотя, казалось бы, карта подходящая, да? Ведь МКУ берут в качестве ответа на опасную, агрессивную Варденна Тейси. В результате, кто здесь агрессивный, кто здесь опасный. Молоток, дрейн, минус половина маны, минус, правда, один тролль. Не обязательно сражаться за эти воркшопы, даже, даже не обязательно сражаться. То есть, да, выиграть время, там, дождаться парочку этих танчиков, и все, и пусть они по своим делам полезут. А дальше давить-то каким макаром? Ну, допустим, допустим, убьют эти воркшопы, которые... Не знаю, зачем, правда, были настолько далеко поставлены. Можно было внутри базы поставить, по крайней мере, один. Ну, чтобы прикрывали вышки воркшопы. Ну, ладно, поставил и поставил. Ничего страшного. Сделал парочку танков, повел их назад. Все, эльфу уже нужно думать, как сплититься. Как отбиваться от этой темы. Давить здесь всеми силами очень сложно. Просто потому что... Во-первых, штамповочка идет с двух баз. Во-вторых, вышки есть три штучки. И что сделать? Безнадега. Просто безнадега. Контроль экспанда. Разведочка, может быть, он увидит, что выйдет... Ну, что строится дерево там на 12 часах. Тут просто пытается отвлечь, но не получается. Но пофиг, опять же. Два танка ночью могли не увидеть. Нет, вообще не видит. Просто не обращает внимания. Необычное место для экспанда. Нет, он видит, но просто не обратил внимания. Это бывает. Да, да, вы понимаете. О, кстати, слоу. Но если виспов сюда вытащить... Опять виспов на экспанде нет. Но виспов не хватает явно. Если он не может поставить его на локацию и начинает строить поддержку для него, honestly, я думаю, что Колорфор есть настоящая возможность победить. Справляется все-таки. Я думаю, что он очень хорошо против танка, когда он приходит к туртлингу. Как я сказал, он все равно встанет, но... Я играл против него. Я думаю, что в этом случае он знает, что делать. Да, да, это правда. Потому что именно из-за слоу не хватило совсем чуть-чуть ДПСа. И второй бы танк побольше нанес за свою жизнь. А учитывая, что виспов не брали, там реген был фиксированный. И очень поздний Мат Голем, вот этот вот глиняный голем, он реально спас эту нычку. И виспы такие, о, слоу, поки, прибежали. Да, да мы всегда были рядом. Мы просто знали, что дерево справится. Где овы для обороны от танков? Помню, как раньше за спасение овы мы застряли. Сейчас не совсем такая ситуация. То есть сейчас экономики у эльфа не настолько много, чтобы... О, пятая варька. Ну какой ценой? Она лишается значительной части маны, половины хп. Ну вот сейчас по-хорошему Чаймика лучше не затягивать. Тайминг экспанда он знает, деньги у него есть. Лимита 80 он... Ну, под лимит 80 он отстроится, может, довольно просто. Варя пока еще не такая, чтобы прям отбиваться в Соленово. Поэтому ему сейчас нужно планировать атаку. И как можно быстрее. Танки, кстати, не принесли почти никакого профита. А, тут тинкеры уже. Неужели удастся выйти в лейт, колорфул, все-таки? М.К. Блодмейдж Пала. Пошла к персоналочкам. Да, с тремя-то героями можно, в общем-то, без кастеров играть. Может быть, да. Уязвимый очень от Варден. Да, все так и есть. Может быть, он строит воркшопы для того, чтобы иметь возможность хотя бы по штучке танки подстраивать. Ну, чтобы была возможность хотя бы отправлять диверсию во время. Потому что, судя по всему, игра затянется, и... Где лечение? Да. Где став? Минус тролль. Классно. Не-не-не, тут еще не все. Тут колорфул вполне может вернуться в игру. Во-первых, он тинкера третьего получает. И такая сравнительно пассивная игра получается от Чей Мико. То есть, вроде как, он выходил постоянно из лимита, строился, 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 но никакую атаку не организовал, даже несмотря на то, что у него с самого начала была база, и Эльфис Кайнычка была построена черт знает когда. Да, картечь все-таки для мортира это делает. Ну, да, как сказал тот, верно. Надо следить будет внимательно за ними, потому что Варька пятая с блинком. Это... Такое впечатление, что тинкер будет реально сюрпризом. Для Чая. Труштаура. Да. Правильная реакция. Посмотрим. Молоточек. Тинкер почти четвертый. Четвертый уровень. Да, вот сейчас ситуация уже... Она как минимум выровнялась. Лимиты одинаковые. А, вот он куда деньги слил. Он вообще не хотел пушить. Все понятно. То есть, у него изначально был план не играть... Не пушить, короче, таймингово. Не пушить таймингово. Я думаю, где ресурсы-то у него все? Где все ресурсы? А он там 3-3 апгрейды на этот момент уже доделывает. А у эльфа ситуация обратная. Он настроил лимит, но вроде как там по нулям вообще все. Последний грейд на армор. А, нет, один-один у эльфа. Нет, один-один для такой стадии, для эльфа почти стандарт. То есть, обычно здесь 2-1. О, мортирки. Очень опасный момент. Лимит 80 на 80. Ну, там вышки. Тоже стандартная тема. Тут через граунд-атаку атакуют мортиры, чтобы и добычи не было. Да, лига. Завтра будут игры, полуфинал, финал, матч за третье место. То есть, 4 серии. Скорее всего, начало будет также где-то чуть позже 12, а не сегодня. Они про списание должны 12 начинать, но уже второй день опаздывают где-то минут на 20, на 30. К сожалению, не будет, ну, по понятным причинам, хэппи. И сегодня стало понятно, что фоги не будет завтра. Хотя шансы были, там, 2-1. Хорошо дрался, хорошо сражался, но ошибки были с той и с другой стороны. Очень хорошая сейчас ситуация у Чаймика. Потому что он сейчас играет 2-1. И тут еще третья база делается. Ай, Book of Dead. Красиво. А, и тут атака пошла. Пока Варданки нет. Угу. И пролетают к мортиркам Дриатки, пробегают, смотрите. Клэп и Ножи сейчас будут от Варьки. Хотя у нее не так много маны. Вообще не обязательно здесь Чаймика сражаться, чтобы свалить отсюда в такую позицию отвратительной. Ну, не за что сражаться. База там только-только рутится. Третью базу ты потратил ресурсы на нее. Хотя по-прежнему есть преимущество по... Ой, как там Маутан Кинг стоит. Смотрите, бах. Клэп шикарный. Молоток минус Вардан. А, став. Ну, все, здесь плацдарм под экспант есть. Видите, нычка еще даже не работала. Да можно даже тыкнуть в нычку и стелепортироваться. Почему нет? Клэп! Нет, надо было клэпить, конечно, внутри, пробежать МКО и попытаться колпануть вторым. Манна была у него, там 100 плюс был. Попутно поставить бы третью базу, раз уж столько ресурсов было вложено в экспант слева. Тем более, когда на руках у тебя 2К. 2К было на руках, сейчас 1,5К. Ну, понятное дело, закупка, свитки, регены, телепорты. Но 2К это... Почему-то до заказа у него нет. 71 лимит. Или он так много всего потерял, что не хватило... Нет, Чаймика здесь выиграет. С вероятностью 90 плюс. Чайник, нет, сегодня КБ не будет, сегодня в ДУМ будем доигрывать. 80 лимита. Верхнюю базу ставят. Надо должен и Colorful после такого начала. Ну, хотя бы против него агрессивно не играли, то есть не было никаких тайминговых пушей. Изначально. И ресурсы инвестировались прям в... Ну, в разные технологии. И в Т3, и в апгрейдинг. Поэтому то, что он не умер, это в том числе заслуга Colorful. Не пытался убивать дышь. Да, 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 все тот правильно говорит. Ой, Варя, 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 Варя. Капец, как же ее ушатывают, а? Вау. Близко очень. Дриады на мега-харасе, как вы видите. Им понадобится где-то минуты-полторы для того, чтобы убить одну мастерскую. Не, он прямо атаку нажал на них. Хороший развод. Дирижабль зато есть, который спасает рабочих. Тоже верно. Зачем мою мшу прожал? А вот это рабочие. Рабочие в результате пострадали из-за гиппосов. Но там будет сейчас атака. Месть, месть за рабочих. Почему не пошел? Ну, Клэп там на трех медведей несчастных. Паладин занят. Варька врывается. Став. Очень битая МК, кстати. А МШ еще минус две мортиры. Да-да-да. Ё-моё. Стенка на стенку. Хорошие ракеты. Клэп. Он, можно Вардон убить. Ох, молодец. Еще один клип. Клэп. Надо заливать МК уже маной. Свиты хорошо. А-а-а. Он сайфонг заотменил. Второй раз тоже. Варя фуловая возвращается. Как же ракеты контрят хорошо. Минус, минус. МК. Инбул. Медведь. Минус. Третий палыч. Третий палыч. Это серьезный. Но вот вопрос, стоило ли ему все-таки... Возможно, стоило вот эту вот базу на халяву поставленную убить. Мне почему-то кажется, что он даже о ней не знал. Она ценнее, просто потому что там больше ресурсов, ее сложнее защищать. Поэтому ее лучше... Ну, по возможности убивать побыстрее. Там тот рассказывает, горит. Типа, без диспела сложным. Ну, ладно, престов не долго строить. Арканка, прист, адепт тренинг. Но приста бери, просто тролля в этом лагере и все. Хоть как-то им шу контрить. Так, а что там, кстати, сообщение уже идет от лидера нашей страны? Кто-то может... О, кольцо хорошее. Да. Еще, говорит, над текстом работает, понял. Перенесли еще на 10 минут. Но сейчас у Колорфула ситуация не такая хорошая. Из-за того, что... Да, во-первых, Варик к шестому идет, во-вторых, экспант у нас закончился быстрее, чем у него. Я думаю, что ты никогда не разрушил Колорфула из-за того. Как я сказал, я его играл на тирана стенд, и я уже видел, как... Он знает, что он этот туртл в этом матче. Ты понимаешь? Черт. Все проиграл, получается. Столько раз хоронили, но из-за того, что затянули игру... А, там Владимир Владимирович катку нашу смотрит. Ясно. Интересно, за кого он играет? За Альянс? А, я сам провоцирую шутки. Кусал, расскажи, из какой ты страны. Мне просто интересна твоя мотивация. Я думаю, что это нужно делать. За Эльфа, говорит. За Орду, естественно. Почему? Почему? Ой, посмотрите, как Дриадку поджимают. Фу. Хорошо. Молоток влетает в арьку. Клэп прекрасный старт, отличный. Но проблема в том, что там ульта. Там ульта. Клэп прекрасный опять в очередной раз. Свиток хороший. Мортирки начали работать под Дриадом. Клэп шикарнейший. Только-только сейчас первая ракета. Еще Клэп. И Дриады разваливаются. Все, кажется. Все-таки Чеммика справился. Там все развалилось. Там где-то 56 осталось. 57. Блин, ну да, плюс до заказ. Ге-гэ. Все-таки Чеммика справился. Сейчас Клэп будет, смотрите. Бах! Чеммика справился. О, милый. 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 Да, ну и еще Тинкер там, черт знает сколько времени провел внизу, он долгое время, Юмика даже вышел. Ноу-майнер. Свен говорит, как говорит мой друг, МК единственный герой, который получает ульту на пятом уровне. Ну, это Урен. Юмика дизморалит. Ну Юмика же тоже за Альянс играет, он просто дизморалит сейчас Чеймика, все понятно. Ну блин, молоток слишком жесток. Так он третий клэп здесь сделал. 68 лимита на 80. ОМШ перед молотком сразу. Став, став и хил. И хил. Возвращаются снова. Варька лечения на этого. Как же он мортирку там пытается отконтролить с последних сил. Как же он реагирует грамотно на этот, на сифон. Палыч, а, у Палыча бутылка есть. Отконтроливает хорошо рыцарей. Нужно, чтобы стаффы откатились. Да нет, сейчас стаффы должны. Став, став, став. Все, есть уже один. Раз. Как же контролит хорошо. Став второй? А должен же откатиться был уже второй стафф. Молоток в тинкера можно. И два лавелапа. Да, свидание. Минус МГ. МК. Да, можно уже скидать молотки. Еще один свиток лечения сейчас, скорее всего, будет. Медведь охотится на рабочих. И все-таки это победа. Тяжелая победа, но все-таки победа чаймик. Colorful went there without anti-magic potion, because he auto-piloted it in the bottom left, and after that. Ммм. 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 Да, да. Ну, теперь его добивают просто. Поехали обращение. Пошел Владимир Владимирович. Ну все. Скиньте, пожалуйста, ссылку. Я не буду это стримить, но... Хотя можно постримить. Я бы послушал. Не, не буду. Скиньте, пожалуйста, просто ссылку в чатик, где там на ютубчик, да? Ульта? Ульта готова? Не так, все kilogram. Да, не важно. Ульта все еще работает, Clap. Очень битый blood-mage, но у него есть... Да, он заливает сейчас Палыч, Палыч должен лечить Blood-Mager. И Аватар минус. последней надежды на отбивание. Не остается никого просто здесь, кроме несчастных двух героев и Дриад. Писать лимит на 40, но герои просто шикарные. Шестой. За Казмодан. Врубаем. Врубай. Ну. Молоток. Третий молоток, кажется, прокачал. Сайфон, 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 сайфон. Мш опознавата. Ну, неважно это уже. Неважно, друзья. Тимико до 50, поэтому он потеряет много унитов. Тимико вверх. Да. Вместо того, что Найтелл Бэйс. Готает на Уаден. Варька не сдается. Ну и козочка одна бегает. Здесь можно подлечить еще ее. Я думаю, что это трепл-стап. Это, наверное, дубл-стап. Медведь сидит уже, скучает. Ну, когда рабочие пойдут? Я думал, что это как-то. Бэйр, занимает это. Но это... Никто не виноват. Опять заливочка. Минус эксп. Ге-ге. Все, друзья, прощаюсь. Увидимся с вами вечерком на Думе. Приходите. Ориентировочно часов в 6-7 начнется. Я сделал анонс, как определюсь. Спасибо за то, что смотрели. Завтра, вполне вероятно, продолжим. Посмотрим финальные матчи этого турнира. Жалко не будет Хэппи. Жалко не будет Фогича, увы. Но, тем не менее, 4 сильнейших игрока. Все они азиаты. 120-й, сок, лавлетт и, конечно же, чай Мика. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.